Открывает выпуск фирма Итонг. Она занимается капсульными домиками, которые ставятся практически где угодно. Среди кейсов Итонг работа на побережье, в национальном парке и около горячих источников. Типовой домик Т-30 собирается на раме из оцинкованных стальных труб. По площади он довольно скромен, всего 28 квадратных метров, поэтому рассчитан максимум на двоих. Однако разработчики умудрились втиснуть даже балкон-веранду, а заодно придумали классный дизайн в духе фильмов про космос. Есть подключение к воде и электричеству. Весит Т-30 примерно 8 тонн, так что спокойно катается на прицепе по дорогам общего пользования. А стоит такой домик 35 тысяч долларов. С огромным кемпинговым прицепом частенько не получается проехать в самые живописные места, а маленький не дает привычного комфорта. Да уж, дилемма. Здорово, что компания Альфа Гоу уже нашла ее решение. Это линейка кемпинговых прицепов, плотно фаршированных удобствами. Модель С6 в закрытом виде маскируется под обычный одноосный прицеп 4,7 на 1,9 на 1,6 метра. Его можно без боязни таскать по ямам, грязи и камням благодаря десорам на 8 листов, и шинам All-Terrain R16 шириной 265 мм. В точке назначения С6 раскроется, добавив метр к длине и 2,5 к высоте, так что пространства хватит на шестерых. С готовкой поможет встроенная в прицеп мини-кухня, а с развлечениями проекционная HD-система с экраном диагональю 60 дюймов. Готовьте 25 143 доллара. В переводе с немецкого Hoistline означает «маленький дом». Не слишком-то выразительное название. Так почему же про Hoistline написали даже в Forbes и Business Insider? Дело в том, что разработчики предлагают поменять концепт жизни. Идея примерно такая — кататься по свету, но при этом всегда быть дома. Ведь максимальный размер Hoistline 9 на 2,5 на 4,3 метра, а вес ограничен отметкой в 4,5 тонны. Иначе говоря, Hoistline можно возить по дорогам общего пользования, как минимум родной для него Австралии. В стандартную комплектацию входят освещение, некоторая мебель, сантехника и прочие удобства. Такие дома наверняка заинтересуют и владельцев кемпингов. Тем более, что на ночь в топовой модели Hoistline можно разместить до 6 человек. Цены соответствующие — от 80 тысяч долларов. Удивите друзей эрудицией. Вот такой плавучий дом называется «Хаусбот». Модель с экрана прибыла в выпуск из Германии. Среди конкурентов она выделяется обилием дерева в интерьере, а также относительно небольшими для «Хаусбота» размерами — 11,2 на 3,9 метра. Благодаря этому плавучий дом отлично чувствует себя во внутренних водах, уверенно проходя даже через небольшие шлюзы. Для движения ему словно многим катерам достаточно одного подвесного мотора. Внутри «Хаусбот» ощущается словно небольшая, но комфортная квартира. Двуспальная кровать, кухня, душевая кабина — все удобства на месте. А на крыше можно устраивать вечеринки или просто любоваться природой. Air Aquila — палатка с формулой 10 на 10 на 10. Она надувается за 10 минут и вмещает до 10 человек. Довольно смелое заявление при внутреннем пространстве в 10 квадратных метров. Более того, в такой палатке при наличии печки вполне комфортно даже в минус 40 за бортом. Работать с ней можно без опаски, ведь пол огнестойкий, а при грамотной установке Air Aquila выдержит даже ветер до 80 км в час. Правда, для отдыха в такой палатке потребуются и физические, и финансовые усилия. В упакованном виде она весит 95 кг, а стоит 6650 долларов. Палатка Basecamp тоже готова к приключениям в любой сезон. К тому же разработчики пишут, что это вариант на все случаи жизни. Он и так был хорош, а потом появилась еще и версия V2. При увеличенной до 2 метров внутренней высоте она весит всего 27 кг и позволяет разместить до 6 человек на пространстве в 9 квадратных метров. Один из козырей палатки – трехслойная изоляция. Летом в ней прохладно, а зимой тепло. Продуманная конструкция при должной сноровке позволяет уложить установку в одну минуту. Вот такой дом вдали от дома, стоящий от 1030 долларов. Подгоняем фургон, загружаем в него готовый модуль и получаем кемпинговое авто. Да, вот так просто. Эту замечательную идею реализовала компания Ван Кьюбик. Модель поместится в любой фургон версии L2H2 и больше. Например, Ford Transit или Mercedes Sprinter. Опции выбирает клиент. Есть душ, диван, кровать, кухня и все такое. С юридической точки зрения модуль считается грузом, поэтому оформлять какие-либо разрешения не требуется. Установка простая, один человек легко справится за час. Но есть нюанс. Во время езды находиться в модуле нельзя. Стоит данное удовольствие от 17100 долларов. Вот так видит мобильное жилье компания Zero Squared. Она не мелочится, поэтому за модель Аврора просит от 145 тысяч долларов. В обмен клиенты получают 48 квадратных метров пространства. Да не обычного, а трансформируемого. Как только дом прибывает к месту назначения, то расширяется с 2,6 до 4,6 метра. Казалось бы, нормально обставить настолько динамичное пространство сложно. Однако с некоторых ракурсов съемки внутри Аврора легко спутать с квартирными. Спальня, кухня, гостиная и другие комнаты обставлены мебелью и оснащены всей нужной техникой, включая плиту с духовкой. Плюс модель ощущается очень просторной, благодаря потолкам высотой 3 метра. Однажды Гундега и Янис захотели создать первый в Прибалтике глэмпинг-ретрит. Проще говоря, место для комфортного отдыха и духовных практик. Семейная пара купила землю на берегу реки Барта в Латвии, а затем споткнулась о поиске палаток. На рынке не было подходящих вариантов, поэтому Гундега и Янис позвали на помощь друга-строителя и придумали нечто среднее между домиком и палаткой. Разработка вызвала настолько большой интерес на рынке, что в 2021 году супруги основали компанию Глэмп Хаус. И сегодня продают сразу несколько моделей. Например, дом-палатку Барта, названы в честь той самой реки, с которой все началось. В исполнении 32 такой стоит от 6 675 долларов и позволяет организовать 32 квадратных метра пространства по желанию клиента. Среди опций представлены лофт, терраса, кухонный блок и прочие радости. Сборка Барта 32 занимает у команды из двух человек около 11 часов, а места внутри хватает для комфортного проживания 6 человек. Суть кемпинга заключается в наслаждении природой. А значит, совсем не обязательно строить гигантские дома на колесах или нечто похожее на части космических кораблей. Вполне достаточно вот таких палаток. Эти модели от компании Alucab придуманы для монтажа на крыше авто и отличаются скромным весом. Например, палатка TL50 – это всего 46 килограмм. Места внутри хватит на двоих. Вождению она не мешает, поскольку в сложенном виде позволяет держать скорость около 120 км в час. О том, до какой степени палатка продумана, ярко говорит всего один факт. У лестницы, которая идет в комплекте, ступени спроектированы так, чтобы по ним комфортно было карабкаться босиком. Даже странно, что за TL50 просят скромные по меркам этого выпуска 2980 долларов. Вот такая палатка от компании Firehiking вдохновлена индейскими жилищами. Вы верно подумали про бигбамы? Есть и другое хорошее слово – типи. Им традиционно обозначают переносные жилища индейцев великих равнин. Данная палатка ориентирована в том числе на фанатов Бушкрафта. Это развлечение на стыке туризма и выживания. Нужно обустроиться в дикой природе, используя минимум вещей. И палатка на 8 человек явно будет кстати. Она демисезонная, защищает от дождя и снега. А если Бушкрафт надоел, палатка прекрасно впишется в рыбалку или кемпинг, поскольку внутри все продумано для размещения печи. Неплохо за 240 долларов. В лесу на берегу за холмом. Если туда можно дойти пешком, то с постройкой Land Pot проблем не будет. Эти дома на ножках – очередная попытка скрестить кемпинг и глэмпинг. В них комфортнее, чем в палатках, но нет обилия стиральных машин и телевизоров. Зато между полом и землей много пространства, например, для дров. Вот это реально полезно. Не менее приятный плюс – надежная конструкция. Дом не требует обслуживания, и разбирать его на зиму тоже не нужно. Постройка занимает примерно час. Обстановка внутри набивает мысли о норах хоббитов. Вроде бы ничего особенного, но уютно. Места в версии Podfather хватит для двух взрослых и двух детей. Обойдется она в 11 370 долларов. Многие в курсе, что в Филадельфии всегда солнечно, так что разработчикам Dragon V1 определенно стоит сделать упор на этот город. Их палатка не плюется огнем и не хранит сокровища, зато подзаряжается от солнца, поэтому к услугам владельцев энергозапас в 20 000 мАч. А также порты от microUSB до лайтинг, чтобы им было удобно пользоваться. Перед нами будущее кемпинга, уверены разработчики. Кроме того, они советуют Dragon V1 альпинистам и бэкпекерам. И все бы хорошо, но весит палатка 5,4 килограмма, а стоит 600 долларов. Великан разбросал конструктор? Нет, на экране жилые блоки Maverick. Вы удивитесь, но эти крохи тоже спроектированы с упором на глэмпинги. Хотя выглядят намного полезнее в масштабах фестивалей, рок-концертов и прочих массовых мероприятий. Дело в том, что один блок можно поставить на другой и получить тем самым жилье на четверых. Поскольку собирается Maverick за 5 минут, возможные масштабы застройки поражают воображение. Двери блоков запираются, предусмотрены USB-порты для зарядки гаджетов и светодиодное освещение. Если нет техники, таскать блоки можно командами по 4 человека. С учетом всех этих плюсов, даже при скромных размерах 2,3 на 1,8 метра, один Maverick стоит около 3850 долларов. Поднимите курсор все смотревшие фильм «Шпион, который меня любил». Эта часть Бондианы вышла в далеком 1977 году. Однако до сих пор будоражат творческие умы. Посмотрите, что выдал французский архитектор Жан-Мишель Дюканцель, вдохновившись этой картиной. Плавучая капсула «Антенния» словно парит над волнами. В модели на 50 квадратных метров архитектор устроил не только привычную нам гостиную и спальню, но и солярий. Для экологичности за энергосбережение отвечают солнечные панели. А ради спасения от морской болезни в капсуле стоит система балансировки. Кстати, для покупки такой «Антенния» не помешает действительно стать суперагентом, потому что примерная цена стартует от 535 тысяч долларов. Когда-то подобные фургоны считались лучшим способом передвижения по равнинам Среднего Запада США. И хотя сегодня в стране собирают трейлеры и кемперы на любой вкус, технологии никогда не заменят особую атмосферу. Чтобы вытащить жителей и гостей штатов из скорлупы умных домов на природу, компания Planescraft собирает вот такие фургоны по мотивам истории. Они рассчитаны на глэмпинг, то есть представляют собой скорее домики, чем транспорт. Их не получится прицепить к пикапу и прокатить по шоссе. Зато внутри сочетание той самой атмосферы и комфорта. Даже кондиционер стоит, не говоря уже об унитазе. Размеры типового фургона — 8 на 3,2 метра. В зависимости от компоновки в нем хватит пространства для ночлега 8 человек. А еще мастера работают над каждым фургоном вручную, используя дерево и холст. Поэтому и ощущение от сна в таком необычном месте запомнится надолго. Особенно с учетом цены в районе 27 тысяч долларов. Команда Tent Expert тоже придумала решение для глэмпинга, но пошла другим путем. Если в случае с фургоном нам предлагали атмосферу и эмоции, то здесь бал правит технологии. Внешняя поверхность куполов от Tent Expert покрыта солнечными панелями. Каждая из них обеспечивает мощность до 160 Вт. PlusTent умеет копить энергию и выдает напряжение в 110, 220 и даже 380 В. Стандартный купол предполагает 62 солнечные панели. Итоговые возможности вы легко рассчитаете сами. Также разработчики ставят систему очистки сточных вод и роскошное внутреннее убранство. В топовом куполе диаметром 8 метров и площадью чуть больше 50 квадратных метров разместятся 4 человека. Цену команда называет по запросу. Ну что, какой формат выбираете, фургон или купол? В фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» герои отправились на чемпионат мира по квиддичу и жили в волшебной палатке. Снаружи она выглядела совершенно обычно, а внутри скрывала трехкомнатную квартиру. Может, именно эта концепция вдохновила разработчиков Пака? Они, конечно, не смогли собрать столь же компактную палатку, но внутри получилось даже круче. Вот был у героев фильма кондиционер, а роскошная зона для принятия душа под открытым небом. Также в палатке есть спальня на 25 квадратных метров и вся мебель, которую захочет покупатель. В общем, довольно внушительное решение для двух человек с прицелом на глэмпинге. Правда, цена снова по запросу. Палатке London Prestige тоже есть чем удивить. На фоне других моделей выпуска она кажется маленькой и скромной. Однако внутри хватит места на четверых. А еще палатка оптимизирована в том числе под зимний отдых. Одна из крайне удачных находок разработчиков – надувная конструкция. Вам не нужно что-то там собирать. Пять минут работы насосом и палатка готова к заселению. Другая прекрасная идея – окна в крыше. Представьте, вы сидите у печки и наслаждаетесь горячим кофе, смотря на снегопад. И при этом не переживайте, что вас сдует, поскольку London Prestige выдерживает ветер до 80 км в час. 1600 долларов и палатка ваша. Всех, кто не мыслит хорошего кемпинга без большой компании друзей, выручит Zempire. Палатки этой фирмы не только огромны сами по себе, но еще и соединяются. Например, внутри Evo TLV2 можно стоять, не касаясь головой потолка. А места в этой модели хватит для ночевки 10 человек. Мало? Купите несколько штук и соедините их шатром AeroBase 3, который благодаря размерам 3,5 на 3,5 метра станет прекрасной гостиной. Таким образом, реально построить настоящее палаточное королевство. А самое приятное, что в нем найдется место и для владельцев других моделей Zempire серий V2 и Pro. Были бы деньги, ведь та же Evo TLV2 стоит 1770 долларов. Раз уж мы взялись руководить королевством, нужно сделать жизнь подданных комфортнее, например, организовав туалеты и душевые. Мыться и исправлять потребности со всеми удобствами помогут дополнительные палатки от фирмы Nature Hike. Если подданных мало, выручат одиночные модели, а если много, стоит купить двойные, дающие более широкий простор для комбинаций. Также палатки от Nature Hike выручат в качестве кабинок для переодевания, импровизированных колдовых и чем угодно еще. Они сделаны из синтетики Tafeta 190T и выдержат не только дождь, но и снег. Высоты в 190 сантиметров вполне достаточно для комфорта и, конечно, есть возможность поставить растяжки. Цена удивляет 36 долларов за одиночную модель. Субтитры создавал DimaTorzok